Завершилось послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Естественно, мы это вместе посмотрели. Я хотел бы, чтобы вы поделились впечатлениями, какие актуальные вопросы он затронул, и что бы вы хотели бы по этому поводу сказать. Это уже 17-й год для послания президента к Федеральному собранию. Сегодня эта передача шла где-то час-двадцать минут. И все это было направлено на ту работу, которая проведена президентом страны по обеспечению благосостояния российского народа. На самом деле Владимир Владимирович очень деликатно, аккуратно, грамотно начал с очень нелегкую тему. Всем мы знаем, что в прошлом году год был очень трудным. Коронавирус разрушил все планы. Начинали сверху, донезу, как говорится. И сделал все для того, чтобы вовремя люди получили лечение и многое было спасено. О этом он конкретно и обратно говорил. Было сказано о деятельности, на самом деле, вообще системы здравоохранения Российской Федерации. Тем более, свое умение работать, свое желание работать показали все работники медицинской сферы. Потому что в две самые трудные дни они были на переднем плане этого фронта. И они победили. Подробно было остановлено даже о культуре, о социальной защите малобеспеченных семей, молодежных семей. Все это создало впечатление, что многое делается, но и есть очень многое еще сделать впереди. В своем послании президент прямо отметил, какие мероприятия будут проводиться, как будет организована работа как в внутренней политике, так и внешней политике. От имени района хочу надеяться и просить всех жителей района, чтобы они сделали все для того, чтобы претворить в жизнь те условия, требования, которые требуются к муниципалитетам, к тому, чтобы улучшить жизнь населения. Это мы ощущаем на себе. Во всех почти населенных пунктах работает активно по проведению комфортной среды, по обеспечению водой, по дорогам и так далее. Будем надеяться, что в этом году эта работа продолжится, и люди останутся довольны. Своё видение по развитию образования, несколько слов сказали, заместитель председателя общественной палаты Ромазарий Званович. Отрадно, что в своём послании Владимир Владимирович Путин особое внимание обратил и на вопросы образования, потому что это очень на сегодня актуальный вопрос, и в своём послании было красной строкой проходило, что по поддержке образования, по развитию образования было сказано очень много. И очень отрадно, что в своём послании он даже прямым текстом отметил, что с 1 сентября, когда школьники пойдут в школу, каждому школьнику выделить по 10 тысяч рублей. Это такая помощь родителям. Слушай, каждый сентябрь трое-четверо детей, это получается очень солидная сумма, и это для родителей очень большая помощь. Ещё, как говорится, по федеральным программам у нас в районе тоже очень многое сделано и делается. Вот даже взять буквально федеральный программ про ликвидацию трёхсменок. У нас уже порядка 10 школ построено в районе, новых школ, которые уже почти 7 школ запущено, 3 школы, или 4, по-моему, 4 школы предстоит принять. И это тоже очень отрадно. Также по федеральной программе 150 школ у нас тоже работа идёт уже в течение трёх лет, и ряд школ мы отремонтировали, провели божеский вид, надлежащий такой, надлежащий вид. Также хотелось отметить, что очень большое внимание уделяется и обеспечению учащихся учебными пособиями. В последние 3-4 года почти, можно сказать, почти 100% ученики обеспечены учебниками, и учебными принадлежностями. И вот в таком плане очень отрадно, что было уделено внимание образованию тоже в послании, и это большая помощь и подспорье для общих образований Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok